МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что это такое? Кто работает? С кем работаете? Для нас действительно этот год юбилейный. У нас, как вы уже сказали, 145 лет уголовно-исполнительной системе. И помимо этого у нас в этом году 105-летие учреждений, исполняющих наказание без изоляции от общества. Тоже юбилей? Да, тоже юбилей. Ранее этот праздник назывался праздником именно уголовно-исполнительных инспекций. Но у нас новый вид наказания. Это принудительные работы, которые контроль за осужденными к принудительным работам осуществляют у нас сотрудники участков, функционирующих как исправительный центр. УФИЦ. УФИЦ, да. Это тоже наказание без изоляции от общества. Но там другие, скажем, условия. Другой надзор, другое исполнение. Если непосредственно говорить про уголовно-исполнительные инспекции, инспекцию нашу, то у нас в уголовно-исполнительной инспекции инспекция включает в себя 17 филиалов межмуниципальных, но в каждом районе области у нас есть дислоцируются подразделения. Уголовно-исполнительная инспекция исполняет различные виды наказаний без изоляции от общества. Такие, как лишение права управлять, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. То же это огранируется, да? То, что прописано судом. Да, да, да. Ограничение свободы, исправительные работы, обязательные работы. Осужденные к лишению свободы условно. Наши сотрудники исполняют такие меры пресечения, как домашний арест, запрет определенных действий, залог. Кроме того, есть такое наказание, как ограничение свободы, которым применяются электронные браслеты. То есть, может сотрудник видеть, находясь в кабинете, где находится его подописка? Да, осуществляется надзор с помощью системы электронного мониторинга подконтрольных лиц. Работы очень много и задачи много, да? Работы много, задачи много, но наши сотрудники, в принципе, молодцы, справляются. Система, она развивается, она, ну, я считаю, что наша система, она престижная система. С наших сотрудников можно брать примеры. Я думаю, что мы достойно служим государству. У ФИЦа несколько слов. Вот участок, функционирующий как исправительный центр. Сколько их сейчас в регионе? Сейчас у нас в регионе таких участков четыре. Два из которых у нас созданы на базе наших объектов при исправительных колониях. А также два участка, которые созданы на базе имущества предприятий, на которых работают наши осужденные. Здесь они уже, наверное, применяют те навыки, те специальности, которым многие научились, будучи в местах лишения свободы. Да, будучи в местах лишения свободы, да, у нас осужденные. Ну, у нас порядка где-то процентов 70 в УФИЦ. То есть те осужденные, которые были освобождены из мест лишения свободы на более мягкий вид наказания, вот непосредственно на принудительные работы. И те специальности, которые они приобрели у нас в местах лишения свободы, они востребованы. И, в принципе, с удовольствием наши предприятия, организации принимают на работу таких осужденных. УФИЦ это, наверное, более уже короткий путь к освобождению. Ну, да, это короткий путь, это, знаете, это поэтапный путь. Ведь в местах лишения свободы, если, в принципе, систему рассматривать в общем, это очень интересно, очень объемно. Изначально они попадают в места лишения свободы в колонию с определенным режимом, да. Далее они могут на более мягкий режим, на колонию поселения. В последующем они могут на более мягкий вид наказания, как принудительные работы. Потому что принудительные работы, это оно наказание без лишения свободы, но при этом предусматривает постоянное нахождение осужденных в помещении общежития. То есть они проживают в общежитии этого участка. Они, да, они общаются с родственниками, они могут пользоваться сотовым телефоном. Это больше гражданских прав. Да, да, да. Не более мы поэтапно их возвращаем в социум, скажем так, чтобы они не совершали никаких преступлений. Ну, предупреждаем все это, да. И объясняем им, и поэтапно их готовим к нормальной жизни уже на свободе. Александра Олеговна, несколько слов о пробации. Потому что я помню, год 24-й начинался именно с этого, назовем это нововведением. Хотя забота о будущем осужденных была всегда, но тем не менее сейчас основной акцент. Да, основной акцент. Ну, с 1 января вступил в законную силу федеральный закон о пробации в Российской Федерации, который предусматривает у нас три вида пробации. Это пенитенциарная, постпенитенциарная, исполнительная. Лучше таким своим языком, чтобы было всем понятно. Ну, пенитенциарная, это которая в местах лишения свободы, это мы с осужденными проводим работу, непосредственно, как он только к нам попадает, да, в места лишения свободы, мы начинаем с ним работать. По какой причине он попал, что у него было на... Что его сподвигло к тому, чтобы он совершил это преступление, да. Работаем с ним. Помимо того, что проводится воспитательная работа, работают наши психологи. У нас в каждой колонии, у нас есть психологическая лаборатория. И непосредственно начинается эта работа. Значит, выясняем, имеет осужденное образование, не имеет. Если он не имеет образования, то, соответственно, у нас при каждой... У нас в учреждениях есть возможность получить это образование, да, начальное, общеобразовательное. Значит, в последующем мы его... У нас есть профессиональные училища, мы их обучаем и выпускаем уже из мест лишения свободы со специальностью с определенной. Даже есть возможность получать высшее образование. Также, да, я и хотела сказать, также есть у осужденных возможность получить и высшее образование. И уже непосредственно, когда он выходит из мест лишения свободы, мы вот его трудоустраиваем по той специальности, которую он получил в местах лишения свободы. Мало того, что даже если негде человеку жить на свободе, да, вы помогаете ему каким-то образом решить эту проблему. Да, мы помогаем. Тут, понимаете, если осужденный к нам обращается с той или иной проблемой, заявляет о своей проблеме, то мы принимаем все меры к тому, чтобы эту проблему устранить. Если нет документов, останавливаем документы. Потеряна связь с родственниками. Мы восстанавливаем эту связь, соответственно, находим этих родственников и, значит, принимаем все меры к тому, чтобы эта связь была не потеряна. За сколько времени до освобождения? За 9 месяцев до освобождения мы уже готовим осужденного непосредственно к самому этому освобождению, чтобы он был трудоустроен. Работаем уже по его трудоустройству. Значит, проверяем, есть у него место жительства, нет, потому что бывают такие случаи, что осужденному освобождаться, а у него, к сожалению, какие-то возникли проблемы с его жильем. И, соответственно, принимаем все меры вернуть достойного гражданина нашего общества. И так, чтобы этот человек больше никогда не попадал в место лишения свободы? Да, конечно, мы, это очень кропотливый труд, это на самом деле очень, ну, интересно, там разные судьбы к нам попадают, понимаете. Ведь порой не каждый осужден, ну, есть единицы, но они есть те, которые реально совершили преступление по глупости, по глупости и не понимали этого. И, соответственно, мы принимаем все эти меры, чтобы он такого больше не совершал. Да, большая, да, большая, очень нужная работа. Это пенитенциарная пробация. После, более того, когда осужден освобождается из места лишения свободы, далее уже подключаются у нас уголовно-исполнительная инспекция. И, соответственно, уже с ним работаем мы и когда он освободился из места лишения свободы, оказываем ему посильную помощь. Да, я думаю, что уже есть случаи, такие освобождения, где работает эта система пробации у нас в регионе. Есть, конечно, есть такие случаи. Есть, которые освободились и вот реально вы помогли. Более того, я вам хочу сказать, что мы сейчас прорабатываем вопрос по созданию на территории Тверской области центра пробации. Это тот центр, который будет, значит, заниматься у нас по, значит, оказывать всю помощь осужденному, уже освободившемуся. То есть он выходит из мест лишения свободы. Те вопросы, которые остались нерешенными в местах лишения свободы, да, колония не смогла, может быть, это требовалось какое-то время для решения какой-либо проблемы. То мы уже, соответственно, решаем ее здесь, в центре пробации, сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции. Очень интересно. Спасибо вам огромное за такой рассказ. Все понятное, думаю, нашим телезрителям. Напоминаю, уважаемые друзья, что сегодня у меня в гостях была Александра Михайлова, заместитель начальника УФСИН России по Тверской области. Спасибо большое. Спасибо. Доброго вам здоровья. Всего доброго. До свидания. До свидания.